И мы с вами возвращаемся в голову Тазри, Алирхвашли, Ма, Ганитхаха, Батсимха, Туршах, Холейху, Ротисраэль. И мы с вами говорим о всяческом родопроказе. Помните, вчера мы с вами остановились на том, что есть такая вещь, как естественная, независимая от человека нечистота, а это нечистота роженицы, а есть вещи, которые, да, зависят от человека. Вот это самая проказа, та проказа, которая была в те времена, была моральной болезнью. И мы с вами видели, что одной из главных причин этой болезни является лошонара, злословие. И пример с Мирьям у всех перед глазами в книге Вамидбар. Если уж Мирьям, что говорить о других. Но, с другой стороны, само по себе наличие проказа, ее существование, такой моральной проказы, являлась и является результатом, показателем высокого уровня общества. То есть общество, на поведение которого есть такая реакция божественная, безусловно, общество чрезвычайно близкое ко Всевышнему. Поэтому таких вещей нужно заслужить, такого положения. В любом случае, что делают с этим товарищем? Приходит коин, смотрит, есть, нет, нет, нет. Оставляет его еще на недельку, закрывает его одного. Если уж ничего не меняется, то тогда он его объявляет нечистым. И вы знаете, чуть дальше это будет сказано, что прокаженный, который объявлен нечистым, вообще должен покинуть лагерь Израиля, потому что его, его поведение является следствием того, что он не умеет построить отношения с обществом. Ведь почему, почему он злословит все время? Понятно, мы не говорим о человеке, который иногда говорит Ла Шонара. К сожалению, это бывает у многих людей. Но мы говорим про человека, у которого это стало его профессией, скажем так. То есть он все время говорит Ла Шонара. У таких людей появляется такая реакция. Почему он дошел до такой жизни? Потому что он все время обвиняет окружающих в своих проблемах. Все виноваты в том, что с ним происходит. И поэтому на них он сваливает вину. И что делать с таким человеком? Нужно вывести его вне лагеря, оставить его одному, чтобы он понял наконец-то, что причина его проблем в нем самом. Потому что когда он будет одинок и вне общества, некого будет обвинять. Некого будет уже обвинять, кроме самого себя. Теперь я хочу продемонстрировать вам некие намеки, которые есть в этой главе. Я повторяю, что с точки зрения конкретного описания, точного наличия признаков всех этих проказ, этим занимается устная тура, это вещь измечайно сложная. Я не хочу, чтобы кто-нибудь на основании вот этого поверхностного чтения приходил к выводам о том, что он видит. Это очень сложная вещь. Есть специальная традиция для распознавания конкретных видов этой проказы. Но посмотрите, как здесь демонстрируется динамика. Посмотрите, вот, например, в главе 13. С чего начинается человек, если будет на коже плоти в опухоль или на рост, или светлое пятно. Вы обратили внимание на формулировки? Кто это? Кто является здесь предметом обсуждения? Человек. Адам. Согласите, Адам это очень высокое звание. Адам. У Адама, у человека есть проблема. То есть, существует личность, существует человек. Но вот, к сожалению, он начал говорить лошонара. Но все-таки есть человек, есть личность. Посмотрите, на что намекает тура. Если этот человек не останавливается, а снова и снова после всех этих опознаний, открытий и различий возвращается к этому преступлению, к этому пороку, то посмотрите, как он называется, этот человек. Пасук номер 9. Язва проказы, когда будет на человеке. Обратили внимание на изменение формулировки? Или не обратили? Пока вы думаете, я сделаю лыхаем. Баруха та, дуна и леймери хаулям, шаколь не обидбару. Я не знаю, как у вас перевод. А вот в моем беленьком переводе, например, это очень четко видно. Второй пасук, человек, если будет на коже плоти его опухоль или на рост или светлое пятно. А девятый пасук, язва проказа, если будет на человеке. Обратите внимание, что есть здесь различия. Не-не-не-не-не-не-не. Посмотрите еще раз на это предложение. Я хочу, чтобы вы продемонстрировали свою творческую активность, пробудились после сытного махоновского обеда. О-о-о! То есть, Тора не бросается словами. Понимаете, это не газета и даже не роман. Если слово стоит так, значит так. Сначала есть человек, у которого есть определенные проблемы. Но главное человек, если он не останавливается, а возвращается к своему пороку. Рецидивист, погряз, его засосало опасное болото. Кондуктор не смог ничем ему помочь своими тормозами. Кондуктор, я имею в виду коины здесь. Он снова, понимаете, он исправился и снова вернулся к этому ремеслу. И что? Это уже не человек. Это язва проказа на человеке. То есть, проказа стала главным доминирующим фактором, а человек стал вторичным. Но посмотрите, что происходит дальше. И увидит коин. Вот опухоль белая на коже. Она сделала волос белым. И заживление плоти живой на наросте. Проказа застарелая это на коже плоти его. Обратили внимание на выражение? Проказа застарелая это болезнь уже повторяющаяся. Это тот, кто уже привык злословить. Это не новая проблема, а это старая проблема, которая вернулась. Он не смог оставить путь злословия. Это порог, который его прямо засосал. И сделает нечистым его коин и уденит его, потому что он нечист. Все. Его нужно изолировать от общества. А точнее, общество от него. А если расцветая, расцветет проказа на коже. И покроет проказа всю кожу язвы. От головы его и до ног его. По всему виду глаз коина. И увидит коин. И вот, покрыла проказа всю плоть его. И очистит язву. Весь стал белым. Чист он. О! И вот здесь начинается совершенно парадоксальная вещь. Вы поняли проблему? Если у него есть проказа местная, локальная, на каком-то участке кожи, то он нечист. А если эта проказа расцветет, то есть распространится, распространится на все его тело, он весь станет белым. Помните, как говорила Эллочка Людоедка? У вас вся спина белая. Наверное, на международную проказу. Казалось бы, наоборот. Казалось бы, наоборот. Да? Если у него участок поражен, он нечист. А если он весь белый, вы представляете себе, прокаженный тотально. Он чист. Сейчас мы это увидим. Прежде всего вопрос, а если расцветает, расцветет проказа его, и покроет проказа всю кожу язвы от головы его и до ног его, по всему виду глаз коина, то есть места чистого не осталось. И увидит коин, и вот, покрыла проказа всю плоть его, и очистит язву. Весь стал белым, чист он. Так, ёлый павел, что-то происходит. Понимаете проблему? Да, я тоже. О! Что мы здесь видим? Мы видим здесь, что когда у человека есть поступки хорошие и плохие, и, соответственно, на его теле есть здоровая кожа, и вот эта моральная проказа, то тогда он нечист. Почему? Потому что есть с чем сравнивать. Когда у человека есть хорошие поступки и есть разные поступки, тогда мы что говорим ему? Мы ему говорим, смотри, почему же ты ведешь себя иногда плохо? Ведь ты можешь всегда вести себя хорошо. Иногда ты ведешь себя хорошо, или, может, даже большей частью. Я это схематизирую примитивно, да, как в детском саду. Иногда он ведет себя хорошо, а иногда плохо. Значит, ты можешь вести себя хорошо. Так почему же ты не ведешь себя хорошо всегда? А, есть здесь моральная недоработка. Идите, товарищ, работайте. Мы объявляем вас нечистым. Но если у человека вообще ничего чистого не осталось в его поведении, он весь затумился, он весь теперь нечистый, его окончательно засосала опасная трясина. Понимаете? Нет в его поведении ничего хорошего, чистого. То есть, сравнивать не с чем. Мы не можем сказать, что человек на 100% плохой. Потому что такого просто не может быть. Ведь он же человек, создан по образу подобию. Он часть народа Израиля. Избранный народ Всевышнего. Часть избранного народа Всевышнего. Как же может быть, чтобы он весь был нечистым? Поэтому мы говорим, если он весь стал нечистым с точки зрения его поведения, индикацией чего является его окончательное побеление, то мы не можем к нему предъявить вообще претензию. Мы не можем его судить по его внешнему виду. А мы судим по нему только по его внутренней душе. Душа у него чистая, поэтому он чист. Он не способен сейчас совершить никаких позитивных поступков. И поэтому по поступкам уже судить его нельзя. Ни с чем сравнивать. Он уже не знает, что такое хорошо, а что такое плохо. Поэтому мы смотрим на него в душу. Душа у него чистая, а он чистый. То есть, в таком положении человек как раз признается морально чистым. Есть вопрос? Пожалуйста. А что мы уже об этом говорили? Уже 18, наверное, подчеркнул, что та проказа, которая описывается и здесь, являлась моральной болезнью, и признаки ее сегодня отсутствуют. Не путать с современными болезнями. Есть кожные болезни сегодня, но это не те, не та проказа. Сегодня тоже есть выражение царат и прочее, но это не та болезнь, потому что другие признаки. Ну, отношение какое-то есть с чем отношение? Ты задаешь хороший вопрос. Есть ли? Я постараюсь сформулировать твой вопрос. Я вообще, я запомню, почему я задал вопрос. А, пожалуйста. Я пытаюсь понять вопрос. Я пытаюсь понять, чему ты ведешь. Думаю, храм будет разрушен, и потом эта глава будет неактуальна, и все равно от этого ничего нет. А вернется? То, что мы пытаемся объяснить, это то, что общество, в котором такая проказа появляется, это означает, что это общество очень близко ко Всевышнему, что Всевышний так реагирует. Этого нужно заслужить. И поэтому в момент, когда шхена вернется полностью в Израиль, очень может быть, что эти вещи станут снова актуальны. С другой стороны, если мы какую-то моральную проблему побороли, мы не обязаны ее возобновлять. Например, города-убежища. Ты думаешь, что города-убежища будут возобновлены? Уверен, что нет. Рабство отменено. Бару Хашем. В той написано рабство. Мы теперь должны возобновлять рабство. Если проблема решена, Бару Хашем решена. Какие-то темы неактуальные есть, временные. Значит, не откажутся. Значит, они были актуальны в прошлом. Смотри. Мы же когда-нибудь... Что так написали на тех временах? Смотри. Уничтожь Амалейк. Что ты будешь делать? В той написано уничтожить Амалейк. Уничтожил. Бабу Хашем. Поехали дальше. Уничтожили что-то уже неактуально. Совершенно верно. Тора это программа на работы на нашу историю. Закончим работу. Поедем дальше. Если не будет, а воды за рыбачей в мире. Что-то будем специально выдумывать. С этими всеми вещами, наверное, глухолки и вещи все забываются. Бесседр, я пытаюсь понять смысл. Получается, нечистота души выявляет заболевание кожное. Совершенно верно. Повторяю, вот это конкретное. То есть, я не хочу, чтобы вы сегодня приходили к выводам о моральном состоянии человека по его сегодняшним кожным болезням. То есть, сейчас душа, которая нечистая, она... Той проказы сегодня, говорят наши мудрецы, мудрецейну, нету. Другое состояние мира. Состояние мира другое. Состояние мира. Теперь. Теперь. Вы можете задать другой вопрос. А есть ли какая-то связь между моральным поведением, состоянием человека и тем, что у него в наличии какие-то кожные болезни современные? Этот вопрос я не хочу касаться его. Потому что здесь... Эта вещь надо обсуждать с компетентными, авторитетными специалистами. Я на себя такие вещи не берусь. Не берусь. Такую ответственность. Зачем? Зачем говорить слова, у которых нету стопроцентного обеспечения? Потому что, когда я говорю, мы можем прийти к выводам, которые будут несправедливы. Я не хочу заниматься самодеятельностью. Окей? Но если вы хотите выяснить вопросы с компетентными специалистами, выясните. Мне тоже будет интересно, что они вам ответят. В любом случае, мы говорим именно об этой конкретной прокате. Повторяю, об этой конкретной, а не о современной. И вот, посмотри, что происходит. Он стал белым, и он чист. Но посмотри, что дальше. Четырнадцатый пасук. А в день, когда покажется о нем плоть живая, и станет нечистым. Казалось бы, наоборот. Когда началось моральное выздоровление, он уже не весь белый, а немножко... У него живая кожа, немножко белая. Казалось бы, он улучшил свое состояние. Он встал на путь возвращения. Он встал на путь исправления. Тут-то он как раз становится нечистым. Понимаете? Потому что... Почему он был чистым, когда был весь белым? Потому что к нему претензию было предъявить нельзя. У него не было никакого другого уровня, с которым можно было бы сравнить. Он был на дне. На дне, мы говорим, уже не можем судить по его поведению. Судим по его душе. Душа у него чистая. Но он встал на путь исправления. У него появилось позитивное поведение вместе с негативным. А тогда мы начинаем к нему заново предъявлять претензию. Окей, вот теперь пусть он... Так мы его и спрашиваем. Ежели ты... У тебя такая хорошая душа. Что ж ты эту душу не реализуешь в своем реальном поведении? Понимаете? То есть мы предъявляем претензию именно к тому, кто может. Мы не можем... Туран не предъявляет претензию к тому, кто не может. Например, ребенок освобожден от всех медсвод. Потому что у него еще нет по-настоящему выбора. Он находится во власти своих инстинктов. Вы знаете, что книга Зор говорит, что у ребенка до 13 лет, я имею в виду, мальчика, нет у того, что называется Ецер Атов, то есть хороший инстинкт. А есть у него только один Ецер Ара, то есть он сплошной потребитель-эгоист. Все время, пока у человека нет Ецер Атов, то и предъявлять к нему претензию нельзя. А в 13 лет у него появляется способность давать жизнь. Ецер Ара это желание потреблять, Ецер Атов это желание давать. И когда у него есть оба этих инстинкта, он уже может ими управлять. И если он не управляет ими, то мы предъявляем к нему претензии, он уже подсудимый. Скажем так, подсудим. Но все время, пока у него нет выбора, претензий нет. Ребенок он эгоист и нету в этом никакой его вины. Потому что ничего другого от него и не ожидается, и не может он этого дать. Даже если вы научили, учат до 13 лет. Учат до 13 лет, но это лицемерие. Потому что он говорит, я сделаю что-то хорошее, но для того, чтобы меня потом дали. Вот он, например, он не будет делать что-либо, за что не получит награды. Потому что он еще не дошел до этого. И поэтому и претензий нету. Никто не обвиняет детей в эгоизме. Дети, они чистые, абсолютно стопроцентные эгоисты. И вау Ха-Шем в этом их прелесть и особенность. Но если взрослый человек ведет себя как маленький ребенок, то он свинья. Понимаете? Если взрослый человек будет вести себя так, как ребенок, или же открытый эгоизм, неприкрытый, или же лицемерие, я готов что-нибудь для тебя сделать, но если я буду с этого что-то иметь, есть здесь моральная проблема. Поэтому повторяю, к тому, от кого ничего нельзя ожидать и претензий нету, когда он весь стал белым, то это уже не человек, в общем-то. И претензий нету. Но как только он начал подъем, появляется претензия. Ага, значит, ты можешь. И увидит коин плоть живую и сделает его нечистым. Плоть живая, нечистая, а проказа это. Или, если вернется плоть живая и станет белой, и придет коин, увидите, он начал выздоравливать и снова отступил. И увидит его коин, и вот язва стала белой, и очистит коин язву чистая она. И плоть, если будет на ней, на коже ее, то есть его снова, он снова отступил, и снова нельзя его судить по поступкам. Кстати, обратите внимание, что как раз белый цвет это милосердие. Теперь самое интересное, это 18-й пасук. Помните, мы с вами говорили, Тора намекает на два случая, пока те, которые мы обсуждали. Первое, это человек, у которого проказа. Потом он начинает, от которых он начал злословить. Потом он уже погряз в своих пороках. И это уже проказа, которая на человеке. Помните? Посмотрите, третий случай, когда он погряз и продолжает погрязать в этом пороке. Он теряет человеческую личность. Посмотрите на 18-й пасук. Убасар киебо бегурот шхин в нирпа. И плоть, то есть мясо, если будет на ней, на коже ее нарыв. Вы обратили внимание? Не человек, и у него нарыв. Не язва на коже человека. А что? Мясо. Басар. Кто это? Он уже даже потерял человеческий облик. Он уже просто кусок мяса. Потому что он окончательно утерял свободу. И будет на месте нарыва опухоль, белое или светлое пятно, бело-красноватое. И покажется коину. И увидит коин. И вот вид его ниже кожи. Волос его стал белым. И сделает нечистым его коин. На нарыве язва проказа. Это на нарыве расцвела. И обратите внимание, что в этом случае он становится нечистым, даже без предварительной проверки и уединения. И если увидит его коин, и вот, на нем волоса, нет на нем волоса белого. И оно не ниже кожи. И оно потемнело, то есть остановилось. Это распространение. И уединит его коин на 7 дней. Проверка. А если распространяется, распространится по коже и сделает нечистым коин. Его язва это. Теперь посмотрите, 24-й пасук. Опять. Опять. Как он называется, 24-й? Или плоть, или мясо. Видите? О, басар. Опять. Не на человеке язва. Не язва на человеке. А мясо. Мясо. Тело. Плоть. Если будет на коже ее ожог огня, и будет заживление ожога светлым пятном белой красоты белым, и увидит его коин, и вот, с того волоса белого на светлом пятне, и видит его глубже, чем кожа, проказа это. На ожоге расцвела и сделает нечистым его коин язва проказы это. Видите, что делается? Теперь посмотрите на еще один вариант. До этого у нас был человек. Вы помните, что такое человек, согласно Торе? В книге Берешит написано, что Адам – это мужчина и женщина вместе. Помните это место? То есть нету Адам в значении мужчины или Адам в значении женщины. А здесь 29-й пасук уже нет Адама. И муж или жена, то есть мужчина или женщина. И если будет на нем язва на голове его или на бороде, здесь речь идет о том, что человек потерял единство личности. Уже не человек, а мужчина или женщина. И обратите внимание, какой здесь намек. Где у него язва? Не просто на теле, а на каком месте тело? На голове. То есть здесь уже разум его покинул, отступил. Им правит воображение. И поэтому единство личности потеряно. И увидит кое он язвы, и вот видит ее глубже, чем кожа на ней. И это все стадии моральной деградации. И увидит кое он язвы, и вот вид ее глубже, чем кожа. И на ней волосы желтые, тонкие, сделают нечистым. Паршивость это проказа головы или бороды. Вроде меня голова и это место интеллекта. А борода это проявление интеллекта. Индикация. Ведь откуда выходят волосы? Волосы выходят из головы. Теперь посмотрите на дальнейшие случаи распространения. Вот, например, сороковой пасук. Где не просто на голове, а на верхней части головы. И муж, если оголится голова его плешивый, он чист он. А если со стороны лица его оголилась голова его лысый, он чист он. Это все нормально. А если будет на плеше его или на лысине его, то есть на верхней, на лицевой или на затыльной части его головы, язва бело-красноватая, проказа цветущая, это на плеше его или на лысине его. Понятно, что язва на голове кожи индикация морального разложения самого интеллекта. И ведь когда она была на бороде или на лице, просто на голове, это индикация, это проявление его интеллекта. А здесь у него уже прямо на самом месте мозга. Здесь, да, здесь говорится, а, 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 ну, сама по себе плеш, это нормально. Здесь, здесь лысина и плеш, это два разных места на голове. Со стороны лица, назовем это лысина, со стороны затылка это плеш. Так вот, если будет на плеше или на лысине, то есть или там, или там язва бело-красноватая, вот это проказа цветущая, это на плеше его или на лысине его. Совершенно верно, потому что речь идет о верхней части его. Нет, само по себе? Да. Здесь написано, что если он просто полысел, то это чистый роковой пасух. Что комментарии? Где, что, когда? И вот у меня с собой плеш, облысение задней части головы. То есть здесь говорит, если просто здесь появляется лысина или плеш, это нормально. Но если на ней появляется проказа, это проблема. Проказа, язва, это индикация моральной его деградации. А само по себе облысение здесь и признается чистым. Простое... Написано, простое выпадение волос не создает проблемы. Пожалуйста, написано. А если будет на плеше или на лысине язва белая-красноватая, проказа цветущая, это на плеше его или на лысине его. И увидит его коин, и вот опухоль белая-красноватая, на плеше лысине, как говорит, па-па-па-па-па-па. Муж прокаженную, нечист он, нечистотой нечистым сделает его коин, на голове его язва. Посмотрите, как подчеркивается, когда у него на голове, его и удинять-то не надо. Все ясно. Все ясно. Теперь посмотрите на еще один момент морального разложения. Посмотрите. 47-й пасук. Тут уже вообще хоть сто, хоть падай. Раньше у нас был человек, на нем была язва. Потом была язва на человеке. Потом было мясо, плоть. Или муж, мужчина или женщина, единство в личности потеряно. Лысина всякая. Здесь, хоть сто, хоть падай. 47-й пасук. И одежда, когда будет на ней язва проказывает. На ком? На одежде. То есть, личность вообще исчезла. Человек перестал быть человеком. Он стал одеждой. Вся его личность ушла на одежду. Помните гоголевский рассказ «Шинель»? Вся личность этого мелкого чиновника, несчастного, она ушла в эту шинель. Акакий Акакович. Совершенно верно. Вы понимаете? То есть, когда для человека его служба, его должность, его социальное положение становится главным. Он уже не человек, а он полицейский. Мундир. Костюмчик. Главное, чтобы костюмчик сидел. Человек теряет личность. Человек-костюм. По-моему, приходилось в жизни встречать человек костюма. Я видел таких людей. Это страшно. Когда человека нет, а костюм есть. То есть, личность полностью исчезла. И одежда, если будет на ней язва проказа, человек, когда нет, так будет она одежда. Теперь, ну, естественно, здесь есть своя специальная процедура, и будет язва зеленоватая или красноватая и увидит кое-нибудь язву, и язву на 7 дней, и увидит язву на 7 день и сожжет одежду или основу и так далее, и так далее. Все это сожжет. Если не распространилось, то тогда постирают и уединят его на 7 дней. Обратите внимание, уединят на 7 дней кого? Кого? Уединят на 7 дней и кого? Человека. Да, но говорится, как будто бы об одежде. Как будто бы об одежде. Теперь 55-й пасук вообще хоть стой, хоть падает. Слушайте внимательно. И увидит кое-нибудь после стирки язву, и вот не изменилась язва, не изменила язва вида своего, и язва не распространилась. Нечисто это в огне сожги это. Изъяно это на плеше его или на лысине его? Кого? Человека? На чем язва? На одежде. В моем издании написано, что на одежде. Так чья это лысина или плеш? Казяна. Казяна одежды. Одежда. Одежда. Так здесь называется задняя или передняя часть одежды. Вы понимаете? Так как личность полностью исчезла, то теперь даже человеческие эпитеты переносятся на одежду. У нее есть лысина и плеш. Красота. Просто мистика. есть костюм, есть пальто, есть мундир, есть шинель, а человека нету. И сейчас. Вот такие вещи происходят в главе Тазрия. Теперь я хочу вернуться к некому моменту, который мы с вами пропустили. 45-й посылок и прокаженный, на котором язва. Мы сейчас говорим обо всех видов прокаженных. Да, я возвращаюсь в 45-й посылок. Как он себя ведет? И прокаженный, на котором язва, одежда его будут разорваны, и голова его будет растрепана, и поверх усов укутается, и нечистый, нечистый будет кричать. Все дни, в которые язва на нем, нечистым будет, нечист он, в одиночестве будет сидеть вне лагеря проживания своего. То есть, мы видим, что он удаляется из общества, поскольку, повторяю, злословие было следствием неправильного построения его отношений с обществом, теперь он вынужден заняться самоанализом и исправлением, некому больше обвинять. Но обратите внимание, что он должен предупреждать других, что он нечист. Для чего? Чтобы они не приближались к нему. Вот они выходят и видят там ходит какой-то товарищ вне города. И он их предупреждает, чтобы они к нему не приближались. Потому что все время, пока он не исправился изнутри, всякого рода встреча с обществом, она для него нежелательна. Он должен быть от общества. встретит их, их опять начнет обвинять. Все будут виноваты в его положении. А так он один. А так он один. И здесь опять же может быть и некое опасение, что он и других потянет за собой. Понимаете? то есть у человека, который находится в таком состоянии, есть некая опасность, есть некий соблазн и других опустить до своего уровня. Чтобы по крайней мере не оставаться весь в одиночестве. Вы знаете, что Танах рассказывает например об осаде города Шумрона в книге Мелахим. В городе Шумроне была осада и армейцы осаждают Шумрон. В Шумроне голод страшный, есть нечего, съели уже всех ослов и голубей. А в это время несколько прокаженных сидят вне города. Как раз эта ситуация. И они не знают уже что и делать. Вернуться в город они не могут да есть там нечего. И тогда они решают пойти в лагерь противника. Приходит лагерь противника, никого нет. Противник убежал, оставив все продовольствие и все имущество. И интересно, как они поступают. они сначала набирают себе трофеев сколько могут. Набирали, набрали, перетащили. Набрали, набрали, перетащили. А потом, когда уже делал к утру, это происходило ночью, делал к утру, они сказали, ой, ой, нехорошо мы делаем. Надо предупредить царя и жителей города Шаброна, что лагерь противника оставлен, и мы можем пойти и забрать имущество, трофей. Они сторожу сказали, эй, сторож, и они послали, сказали, короче, они так и поступили, в конце концов. Потому что сказали, что если мы промедлим до утра, то это будет наша вина. Но обратите внимание, как текст подчеркивает их поведение. Люди не просто прокаженные, ты видишь, что это за люди. Город там умирает от голода, они думали только о себе. Или же еще один пример прокаженного в книге Мелофим, это Гейхази, слуга праока Илиши. Илиша вылечил опять же от проказа военачальника Арама Наамана. И когда Нааман пытался ему вручить за эту награду, он отказался в страшной силе. А Гейхази очень захотел этой награды. И когда Нааман уехал, он за ним побежал, сказал, ты знаешь, там пришли слуги Килиши, он просил кое-что тебе дать для них. Кое-что дать ему для них. И тот ему выдал и костюмы, и серебро, и прочее. И когда ты вернулся, и сказал, куда ты ходил, а, ты Гейхази, ты к Нааману ходил, я же видел это все в пророческом видении, трансляции прямой. И он, он будет проказа Наамана будет прилеплена к тебе. И Гейхази стал вот таким белым, вышел от него весь белый. То есть мы видим, что не только злословие, но и другие моральные проблемы бывают причиной проказа. Но в любом случае это в чем здесь самая большая, в чем здесь суть этой болезни моральной. в том, что человек не умеет правильно построить свои отношения с обществом. Есть порча в отношениях с людьми. Окей? Это что касается главы Тазрия. Каким образом очищается прокаженная эта тема главы Митсура? И поэтому мы с вами оставим эту тему до следующего раза. Если у вас вопросы по главе Тазрия, пожалуйста. не имеется что проказа является индикацией, показателем того, что у него неправильные отношения с людьми. Понимаете? Потому что это не просто какая-то проблема. У всех бывают те или иные проблемы. Мы все люди живем в обществе. Но здесь какая-то есть порча глубокая, тотальная. У этого человека есть пороки. Не просто проблемы, недостатки, а глубоко укоренившийся образ поведения, который, например, находится в выражении в злословии. И от этой болезни очень тяжело вылечиться. Мудрецы называют таких людей Байла Шонара. То есть он как бы уже обладатель Лашонара. Понимаете? Как есть Байль Шуна, есть Байла Шонара. Это болезнь. Это болезнь, от которой очень трудно вылечиться. И единственный способ человека от этого вылечить, это уединить его, вывести его за рамки общества, чтобы он остался один и подумал о своей жизни и некого было бы ему обвинять. Все время, пока я обвиняю окружающих в своих проблемах, проблема не решается. Но в момент, когда я понимаю, что все начинается с меня, тогда и окружающий мир меняется. Конечно. Конечно. То есть, когда на такое поведение человека есть такая реакция, это означает, что есть близость свершая. Поэтому я вам говорю, таких, такого рода реакции нужно заслужить. Понимаете? А сегодня мы далеки от этого. Я не знаю, вернется ли эта система, не вернется. Но в любом случае повторяют такого рода поведение человека с такой реакцией, это близость свершнего. Мирьям заслужила проказы не потому, что она была незначительной личностью, а потому, что она была крупнейшей, глобальной личностью. И как Ашем ее там называет, как он сразу сомнение приводит. Если отец плюнет ей в лицо, то есть, Ашем говорит, я для Мирьям как отец. Такого нужно заслужить. К нам рвутся. Пам-пара-пам-пам-пам. Продолжение следует...